Ход исторического времени резко ускорился. Теперь придется не только быстро ехать, но и быстро запрягать. Кто замешкается, проиграет сам и подведет товарищей. Именно из этих императивных требований мы исходили, работая над главным инструментом управления развитием, имеющимся в распоряжении, нашим очередным трехлетним бюджетом. Я остановлюсь на двух его важнейших качественных характеристиках. Первое – это бюджет преемственности. Мы сохраняем все долгосрочные программы и все основные мероприятия в их составе. Более того, мы сохраняем в неприкосновенности наш базовый стратегический ориентир – очередное удвоение областной экономики к 2020 году. Именно для того, чтобы не отказываться от достижения этой амбициозной цели, мы провели инвентаризацию и сокращение второстепенных факультативных позиций и статей расходов. Как говорят в спортивном мире, мы высушили мускулатуру. Новый бюджет более мускулистый, чем любой из прошлых. И при этом он по-прежнему социально ориентирован. Расходы на социальную сферу составляют большую часть объема бюджетных затрат. Перемена в другом. Мы не намерены ни механически заливать деньгами имеющиеся в этой сфере проблемы, ни хирургически оптимизировать бюджетную сеть. Да, эффективность бюджетных учреждений подлежит решительному наращиванию. Но ее повышение будет обеспечено не директивным путем, не сверху, это бюрократическая утопия, а передачей полномочий и ресурсов вниз. Передачей избирательной, адресованной только тем, кто уже доказал на деле свою способность разумно распорядиться имеющимися средствами. Такие маяки и флагманы в области есть. Назову, к примеру, оздоровительные и реабилитационные центры, согласие, красная гвоздика, пышма. Есть, впрочем, и образцы обратного свойства. Ну что ж, кроме пряника у нас найдется и кнут. Но только такой подход позволит нам избежать какого-либо урезания мер социальной поддержки граждан. В числе безусловных приоритетов сохранилось исполнение майских 2012 года указов президента России. На их реализацию в ближайшее трехлетие будет направлено порядка 30 миллиардов рублей. Второе. Это бюджет развития. Мы не перестаем вкладываться в транспортную инфраструктуру области, в дороги, развязки, аэропорт. То есть в опорно-двигательный аппарат нашего социального организма. Мы сохраняем все основные направления и формы государственной поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного производства. На переднем крае битвы за экономический рост, конечно, частные предприниматели. Но патроны мы им подносить будем и впредь. Несмотря на тревожную ситуацию в мировой и национальной экономике, в регионе будет сохранен весь пул налоговых льгот, направленных на формирование благоприятной инвестиционной среды и делового климата, поощряющего расширение действующих производств и создание новых. Равным образом не подлежат секвестру объемы бюджетной поддержки инвестиционной активности в муниципальных образованиях и развитии территорий. Последние даже увеличиваются.